Силенте! Никол! Привет! Здорово! Присаживайтесь! Приятно встречаться с друзьями! Радуемся за тебя постоянно! Твоему мужеству к несгибаемому! Очень благодарны за это мужество! За стойкость! Это нам придает сил и уверенность! Эти силы, они взаимны! И мы ведем напряженную борьбу, но эта борьба идет в погибель. И мы сейчас открываем новые горизонты, и сейчас у нас очень значительные планы, которые мы хотим реализовать, чтобы достичь будущего. На наших встречах всегда присутствует командант Чавас. Я помню о тех очень теплых дружеских отношениях, которые были у вас с президентом Чавасом. И сейчас наш венешевский народ испытывает эти теплые чувства по отношению к Беларуси. Мне очень приятны эти дружеские объятия, которые я могу обменяться с президентом Лукашенко. Николас, я очень рад, что встретился с тобой сегодня. В телевизор в последние годы только вижу, ты сказал о победе, о будущей победе. Но если в глобальном плане иметь это в виду, то да. Что касается твоей победы, то ты уже не единожды победил там, и мы этому рады. Какие бы мы с тобой не вели переговоры, сегодня, завтра и в будущем с нами всегда будет угол. Наши чувства к этому человеку одинаковые. Мы всегда втроем вели переговоры. На сверху. И всегда министра иностранных дел Николаса Мадуро и человека, его позиция была в пользу наших отношений, никогда не была во вред Беларуси. Я до сих пор помню, когда мы с Чавесом вели переговоры, он всегда спрашивал, «Николас, так будем поступать или иначе с Беларусью? Каковы будут отношения?» И всегда твое мнение было в основе тех отношений, которые тогда складывались и существуют сейчас. Поэтому человек Николас Мадуро, президент Венесуэлы нынешний, его политика – это как Чавес и политика его тогда. Я вообще поражен тем, насколько ты сам и твои сторонники, которые тебя поддерживают, привержены Чавесу и той политике, которую он осуществлял. Вы просто молодцы. Вы ни на йоту не отступили от той политики. Это заслуживает величайшего уважения. По-моему, даже в мире мы подобных фактов найти не можем. Что касается наших двусторонних отношений, то ты, Николас, наверное, уже заметил, я недавно направил в Боливранскую республику премьер-министра, чтобы сделать первый шаг к углублению наших отношений, в том числе и осуществить ревизию нынешних отношений, отбросить то, что уже не работает, оставить то, что нам нужно, и выработать новое. То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать новую дорожную карту наших отношений, план будущего. Я думаю, что этим путем надо идти. Нам надо четко определиться, что мы в этих условиях должны сделать вместе. Да, я абсолютно согласен с таким подходом. И мы говорим про продолжение деятельности и пути, которым следовало обучаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...